Сладкая жизнь Все происходит от слова «хочу», надо делать, надо пробовать идти и двигаться. В тот момент, когда мы начали делать уже торты, у нас скопилась определенная клиентская база, и мы выехали за рамки домашних кондитеров, зарегистрировали свое ИП, снимали первое помещение в гостинице «Болга», в гостинице «Жигули». Это были такие четвертые на пятом этаже помещения. И наши же клиенты нам говорили, что девочки, нам вообще неудобно к вам ходить на четвертый этаж, мы хотим приходить к вам пить кофе, отдыхать, приходить с семьей, ну зачем нам стоять в коридоре? Но открыть что-то более масштабное не решалось, не хватало денег. Уже заработанный стартовый капитал нужно было вкладывать в дальнейшее развитие. И встала острая необходимость искать помещение под небольшую кондитерскую кофейню. Благодаря моей прекрасной маме, которая, проезжая здесь по Некрасовской, говорит, Кристина, здесь есть помещение огромное, просто с огромными окнами. Я говорю, мам, это что это? Таких денег невероятных стоит. Мы точно это не потянем. Вообще нет, нет, нет. Она говорит, поехали посмотрим. Мы приезжаем сюда, нам показывает помещение арендодатель. Здесь были зеленые стены, полы, которым 80 лет. Мама уговорила, рискнули. Хотя, вспоминает Кристина, аренда стоила каких-то баснословных денег. Деньги на тот момент для меня это было что-то невероятное. Это было, не знаю, это было 100 тысяч рублей. Я говорю, нет, это точно, нет, нет. Так нет, давай попробуем рисковать, так рисковать. Мы рискнули, открыли заведение. И на самый первый день, когда мы только открылись, распахнули свои двери, к нам пришло полторы тысячи человек. С поздравлениями, цветами и благодарностями, что теперь можно прийти в любимое место, устроиться в уютной обстановке, попробовать сладкие десерты и попить кофе. Секрет популярности прост, как все гениальное. Мы готовим честно, мы готовим из лучших ингредиентов. Мы готовим всегда вкусно. Если что-то не получается, мы всегда это убираем. И постоянно идет контакт с гостями. То есть я постоянно нахожусь в зале, общаюсь. То есть нет такого, что я начальник, и все там, как хотите, так и варите. Нет, я всегда общаюсь, потому что для меня это самое важное. То есть сейчас это место, это моя душа, которая открытая. И я с радостью делюсь теплом со всеми, кто приходит. Вот и сегодня Кристина, радушная хозяйка, сама встречает гостей, беседует, спрашивает, всем ли довольны. Ваше внимание, в принципе, на карте, ну, конечно, Макаронс сегодня есть с козьим сыром. Я хочу говорить, что у тебя есть все, что он определенный Макаронс с козьим сыром. Спустя три года кондитерская стала доходным местом. Но бывали, как у всех, сложные моменты в бизнесе, без них никуда. Сейчас кондитерское тесто – это воплощение мечты в реальность. Благодаря творческим идеям, собственным взглядам, четкой позиции Кристины. Ни единого кредита, это моя жесткая политика, ни единого кредита. Никогда не будет использовано развитие бизнеса, только реинвестирование денег, которые непосредственно мы зарабатываем. Изначально мы начинали с 5000 рублей, мы купили один миксер, мы купили муку, сахар и делали все сами. Потом, естественно, все, что мы зарабатывали, мы ничего не тратили, мы покупали только оборудование какое-то. И все складывали, брали себе по 5000 рублей в месяц, чтобы хватило на еду. Студенты, 1100 приходят стипендии, все складывали, скапливали. Родительская помощь – нет, родители нам не помогают. Благодаря тому, что мое воспитание говорит мне, что если я чего-то хочу, я должна добиться этого сама. Ну, как бы, ни родители, ни друзья, как бы, нет. Это жесткая такая вот, жесткая моя политика, жесткое мое воспитание. Работа приносит огромное удовольствие. Кристина занимается собственным делом, дарит улыбки своим покупателям. Основным направлением кондитерской является производство пряников, печенья, тортов. Появляются новые технологии производства, рецептура, позволяющая создавать уникальные изделия. Кристина старается быть в курсе всех дел. Я никогда не останавливаюсь, я каждый месяц постоянно обучаюсь, езжу, развиваюсь, учусь, смотрю, экспериментирую. Благодаря этому мы постоянно что-то обновляем. Наша витрина никогда, вот на сегодняшний день, она не остается прежней. То есть, например, если посмотреть на нее, там, два месяца назад, она была совершенно другой. Мы постоянно ищем что-то новое. То есть, это не тот случай, когда, чаще всего, знаете, как в кофейне, например, приходит шеф-кондитер или шеф-повар, ставит меню, и все, уходит, и в кофейне на этом пути работает. Вся представленная продукция сертифицирована, имеются все необходимые документы для занятия бизнесом. В процессе производства соблюдают чистоту, правила гигиены, показывают, какой десерт из чего состоит. К каждому заказу относятся ответственно и внимательно. Я сама шеф-кондитер, я сама кондитер, который ставит, прорабатывает, который придумывает, придумывает разные сочетания, вкусы. Вот так, такой-то этап, такой-то состав. Поэтому гости идут к нам благодаря, я могу сказать, потому что все честно. Даже небольшой заказ делают с любовью и заботой. Именно поэтому клиенты выбирают тесто и становятся постоянными покупателями. В данной сфере команда имеет богатый опыт, постоянно совершенствует производство, увеличивает объемы выпускаемой продукции без потери качества. Сейчас я понимаю, что самое важное – это команда, и все свои силы вкладываю в команду. Потому что у гостей не всегда бывает объективное мнение, оно бывает иногда субъективное. И поэтому я всегда слушаю свою команду и здраво уже оцениваю любую проблему. Сейчас с командой все хорошо, мы растем, развиваемся, и все благодаря, собственно, команде. Кондитерское тесто представляет собой удивительное место, где можно полакомиться различными вкусностями, попробовать кулинарные шедевры, принять участие в мастер-классе. Такие мероприятия позволяют найти новых друзей и знакомых. Наши десерты приготовлены все из натуральных ингредиентов. Это то, что я как мать могу приготовить своим детям, угостить всю свою семью, своих близких. Мне не стыдно рассказывать о том, что я приготовила это из того, что, в принципе, произведено самой природой. Это самые необычные сочетания, например, козий сыр с клубникой, базилик с голубикой. То есть это натуральные, то есть это прям базилик свежий мы там вывариваем, это прям козий сыр, который внутрь, там сыр Дорблю с грушей. Все это самые необычные сочетания. Владельцы этого бренда большая умница. Мы здесь обедаем каждый день. И, вы знаете, по-разному можно преподнести кашу, да, простую кашу. По-разному можно преподнести какой-то кекс. Но здесь всегда чувствуется душа, атмосферность. И сюда хочется приходить, конечно. У Кристины однозначно есть собственные фишки и наработки. Видимо, это и привлекает ее кондитерскую клиентов. Она уже давно переросла в момент, когда стояла на кухне совершенно одна и делала все в свое удовольствие. Теперь ей нравится делиться знаниями, обучать, чтобы как можно больше людей могли попробовать десерты кондитерской. Основной заработок – это все-таки корпоративный клиент. Мы работаем с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Крымом регулярно. И готовим пряники для кофеин, для крупных компаний. То есть вот если про заработок, то все-таки это вот эта стезя. Основной – это, собственно, продвигать корпоративное направление, зайти в сети, чтобы на каждой прилавке можно было встретить пряники от теста. Еще один основной продукт – это наши макаронс. Французское пирожное на миндальной основе. Кондитерские – очень активно развивающиеся направления бизнеса во всем мире. В одной Самаре их более ста. Важно найти свою индивидуальность, занять свою нишу, и тогда ваш бизнес будет успешен. Очень люблю город, в котором мы живем, радуюсь тому, что мы развиваемся, растем. И каждый день вижу, как наш город расцветает. Департамент культуры, департамент развития прекрасно с нами общаются по почте, что не нужно ждать эти долгие письма, что они всегда информируют нас на e-mail. Это суперудобно, что они опять же сами приходят к нам в гости. Это очень приятно. Там прекрасные работают люди, которые открыты и говорят, а мы знаем вас, мы любим вас, мы там на кофе приходим. Для молодых предпринимателей в Самаре проводятся мастер-классы с известными федеральными и региональными бизнесменами, которые делятся своими бизнес-историями и помогают в развитии деловых качеств, также обучающие занятия, направленные на генерацию и создание бизнес-идей и информирование о мерах государственной поддержки бизнеса. Спасибо вам большое, что вы приехали к нам, приезжайте к нам почаще для информационной поддержки.